Добрый день, дорогие зрители! Я хотел бы сегодня начать нашу беседу с того, чтобы определить эпоху, в которой мы живем. Это один из важнейших вопросов. И действительно, мы сегодня на переломе эпох, произошла смена эпох. В этом городе славном очень важно еще вспомнить, в какой эпохе мы жили прежде этой эпохи. И здесь, конечно, невольно вспоминается конец прошлого века и тысячелетия, 1999 год. Именно в этот год, 31 декабря, Борис Николаевич Ельцин отрекся от своей власти. Это было шокирующе для всех, кто его знал. Потому что ради власти он был готов идти на очень многие жертвы, шел на них, жертвовал и своими какими-то, может быть, удобствами, и друзьями, и людьми. Для него власть была главным в жизни. И вдруг он от этой власти отрекся. Но на самом деле, этим своим отречением он сделал необратимым свой выбор. То есть того преемника, которого назначил, именно Владимир Владимирович Путина, народ, или точнее элита, окружающая Ельцина, и вообще элита политическая, понимала, что никаких шансов иных у России нет. Все должны либо продвигать эту уже подготовленную кандидатуру, либо будет полный суббор и неопределенность. И вот в этой эпохе мы прожили 22 года и 9 месяцев. В эпохе Путина. А до этого, понятно, что была эпоха Ельцина, но о ней мы, наверное, подробно говорить не будем. А вот эпоха Путина делится на две стадии. Вот первая стадия – это была стадия пробуждения и вставания с колен России. И, к сожалению, она была достаточно затяжная, но те, кто критикуют за это нашего президента, наверное, недопонимают той глубины разлуки, развала страны, той глубины отхода от своих традиций, которую пришлось ему преодолеть. И вот 30 сентября 2022 года произошла смена эпох. То есть предварительный подготовительный этап закончился и начался новый этап. Ну, назовем его «Россия возвращается к себе». И вот этот новый этап, обратите внимание, я его не связал с началом спецоперации, потому что кроме той спецоперации, которую правильно было назвать миротворческой, скоро мы будем отмечать почти год. До этого было еще возвращение Крыма. Это тоже очень важный этап развития российской государственности и русской цивилизации. Но не это определило эпоху. Определило эпоху то событие, которое прошло как бы таким малозначительным. Люди не заметили, что они вдруг в одночасье перешли в новую эпоху, когда в один день Россия вернула четыре огромные, богатейшие области, которые всегда принадлежали России, которые, конечно, представляли собой гигантский потенциал и человеческий, и природными ресурсами, и промышленностью. Ну и вообще, это та Новороссия, за которую очень долго бились, и которая, безусловно, обогатила в свое время Россию. И вот в один день Россия вернула себе территорию, равную крупной европейской стране. Для всех элит западных, конечно, это было шоком. Никто не думал, что это произойдет так быстро, потому что в восемь лет две республики, я имею в виду Донбасс и Луганск, считались непризнанными, и вдруг в один день, и признание произошло, и еще две присоединились. Все это было сделано настолько классически и в полном соответствии со всеми международными соглашениями с технологиями, привычными сегодня. И что это, конечно, такое сознание массовое, я думаю, поколебало немножко. Но мне, как профессору политологии, стало ясно, что да, мы перешли в другое время. Но еще произошло в тот же день одно, казалось бы, малозначительное событие, но оно очень важное. Завершая этот день своим выступлением на Красной площади, Владимир Владимирович Путин сказал замечательные слова, сакральные слова. Ну, там были слова за правду, значит, мы правда за нами, мы победим. Это как бы все более-менее привычное для носителя духовной власти, ну, для нынешнего, для Владимира Владимировича. Но завершил свое выступление он простым и ясным словом – с Богом, вперед! И все СМИ дружно это завершение вырезали. Почему вырезали? Потому что все понятно. Если Россия объявляет устами носителя верховной власти, что дальше она идет с Богом, значит, она естественным образом должна критически оценить вот весь богоборческий период, не только одно эпоху, а весь столетний, даже более столетний богоборческий период, она должна поставить себе важнейший вопрос. Если мы возвращаемся на путь с Богом, значит, совершенно надо пересмотреть все будущие устои государства российского. И вот это сейчас делается и будет делаться. И это очень важно, потому что это сразу прояснит всем тем, кто сегодня на передовой, кто сегодня воюет за интересы России, им станет ясно, за что, собственно, они воюют. Потому что многие до сих пор не очень понимают, за что идет война, против кого мы защищаем свои национальные, культурные, цивилизационные ценности. И вот характеристика этой эпохи, задача этой эпохи, это будет предметом наших ближайших лет, месяцев, лет. И то, что мы сегодня находимся на конференции, это 11-я всероссийская научно-богословская конференция «Церковь, богословие и история». Она посвящена памяти намучеников, исповедников Церкви Русской. Ну вот, как раз эта конференция, ее содержание, ее ход, они нас еще раз убеждают в том, что народ пока не понял, что он живет в другой эпохе, что все, уже к прошлому возврата нет. И вот говоря об этой конференции, ну и об эпохе тоже, о роли тех людей, которые должны предвидеть будущее, мне хочется вспомнить, я был 20 лет работал вместе с Глазуновым Ильей Сергеевичем, великим нашим современником, к сожалению, недавно ушедшим от нас, и человеком, который, собственно, своими трудами, своим вкладом в русскую культуру сформировал мировоззрение вот этой будущей эпохи. Он выступил, он в одиночку выступил против системы, так называемого догматизма, идеологического догматизма, и победил. И вот он часто любил повторять, что вот роль художника особая, ну, с этим никто не спорит, но при этом он приводил в качестве доказательства съезд художников 1912 года. Действительно, это было очень заметное мероприятие. Дело в том, что Союз художников, как правило, возглавлялся императорскими особами. Это была очень важная сторона жизни Российской империи. И, конечно, императоры очень поддерживали, они закупали полотна на выставках передвижников, поддерживали художников, обеспечивали их поездками в Европу, в Италию, в Германию, во Францию, ну, и вообще за рубеж, для того, чтобы обмениваться и перенимать западный опыт. И, конечно, он говорил всегда о том, что вот Съезд художников сказал какое-то слово. Но вот, честно говоря, изучая материалы работы Съезда художников, я не увидел того слова, которое он сказал. А говоря прямо, ничего Съезд художников не сказал. Вот вы задумайтесь, 1912 год собирается элита, художественная элита Российской империи вместе. Через год начнется великая смута, война мировая, которая перейдет в все сокрушающую революцию, в гражданскую войну, в крах Российской империи. Ну, кто, как не художник, должен был об этом сказать? Его душа тонкая должна была почувствовать приближение беды. Никаких разговоров об этом. Ну, просто как партхозактив, если воспользоваться нашим советским прошлым. Вот, действительно, самые такие незначительные вопросы обсуждались. А главный такой не закулисный дирижер этого Съезда Репин Илья Ефимович, ну, просто как такой кукловод между разными секциями основал и определял климат. Ну, собственно, это его тоже характеризует. Он, действительно, в своей творческой биографии все время шарахался от воскрешения дочери Аира к запорожцам, которые пишут письмо султану. То вдруг оклеветал Иоанна Грозного, написав совершенно немыслимую клеветническую работу о том, что якобы Иоанн Грозный убил своего сына. Кстати, у него отсохла рука после того, как он завершил эту работу. Правда, он научился писать левой. Но дело не в этом. Просто я хочу сказать, что бывают и были примеры в истории России, когда те люди, которые должны были почувствовать и предупредить общественность о какой-то грозящей беде, не делали этого. И вот наша катастрофа 1917 года – яркий тому пример. И вот сейчас, казалось, мы находимся в месте, где совершилась русская Голгофа. В месте, где тысяча пять лет назад совершилось страшное преступление, убийство всей царской семьи. И это, слава Богу, что вот недавно, наконец-то, ему название придумали соответствующие – это преступление века. И вот, говоря о преступлении века, конечно, мы были вправе ожидать о том, что та богословская научная элита, собравшись здесь в Екатеринбурге, конечно, скажет веское слово о том, что наступила новая эпоха, что давайте мы все это осмыслим. Я, конечно, когда, ну, я, к сожалению, немножко опоздал, не слышал приветственное слово митрополита, но все остальные доклады просто меня привели к какому-то недоумению. То есть, о чем угодно шла речь. Значит, какой-то кандидат богословия, доцент, рассуждал о литературном анализе в контексте библейских исследований. Значит, другой кандидат философских наук рассуждал о мере как нравственной и аскетической категории. Значит, еще там кандидат исторических наук рассуждали о том, как, значит, о роли там президента, ну, и первого президента России. Ну, и так далее. Рассуждали о каких-то идеях, связанных с глубокой древностью, с ролью еврейских текстов в осмыслении Библии. Ну, разве об этом надо было говорить, когда мы только что вступили в новую эпоху? И, конечно, на меня произвело полное уныние, надеюсь, что я здесь разделяю мнение большинства священства, которое там было, что, в общем, малоинтересным было первопленарное заседание. Но, в отличие от него, конечно, вот та первая секция, в которой я тоже участвовал, она называлась «Святые царственные странстотерпцы. Жизнь, почитание эпохи». Но, опять же, где она, в этой секции, проводилась? Не в царском, казалось бы, не в царском месте, не в замечательном нашем зале, даже не здесь, в малом зале. Проводилась в духовной семинарии. Но даже в духовной семинарии не в актовом зале, а в какой-то аудитории, где всего-то вмещается дюжина слушателей. Ну, разве возможно такое себе представить? В свое время митрополит Кирилл говорил, что главное событие для Екатеринбургской митрополии – это подвиг царской семьи. Об этом должны все говорить. Я вспоминаю, как, наверное, года три назад или пять, может быть, день рождения государя отмечался. Презентация нового фильма в самом крупном кинотеатре. Собралось, наверное, тысячи полторы человек, много было гостей. Вот такой должен быть уровень отношения к царской семье, к их подвигу. Вместо этого дюжина разного рода специалистов, от студенток до профессоров, собрались и начали излагать свое мнение. Ну, понятно, что студентка рассказала только то, что изучала в школе. Были разные доклады о том, как перевозили государя на Урал. И, собственно, основное внимание, как мне казалось, не было обращено на тот подвиг, которым, собственно, и прославил государь свое имя в веках. И если мы перейдем к вопросу о особой роли императора, как царя-мученика, как царя, принесшего искупительную жертву во имя России, русской цивилизации, русского народа, то здесь я должен сказать, что, конечно, у меня некоторое даже уныние возникает. Я много лет занимался проблемой царской семьи. И не просто занимался, а должен с благодарностью Богу сказать, что мои занятия, они были отмечены. Тут стоят мои книги, одна из них по закону исторического возмездия. Она была по благословению святейшего патриарха Алексея II раздана всем участникам юбилейного архиерейского собора, на котором была в Сициркона прославлена царская семья. Ну и что? С тех пор прошло 22 года с лишним. Что за это время? Да, мы видим, какая здесь красота в царском месте. Да, во многих храмах появились иконы, иконы царской семьи, иконы государя, иконы наследника. Даже храмы отдельные стали строиться и наследнику, и государю. Но а в народе-то пришло понимание, в чем смысл подвига, в чем смысл искупительной жертвы царской семьи. Нет, этого понимания нет. Ни в народе, ни даже, увы, к сожалению, и в священстве такого понимания нет. И я уж не знаю, то ли от того, что это сама формулировка канонизации, очень, я считаю, неудачная. Но, как вы знаете, в зарубежной церкви царь был, император царской семьи были прославлены как мученики. И, казалось бы, на своей родине, где лучше, чем в зарубежье, знают о том, какие нам пришлось пережить беды, надо было бы их канонизировать как великомученики. Вместо этого они были канонизированы как старостотерпцы. Совершенно непонятная формулировка. Но мне, как Мирянину, конечно, неловко об этом много говорить. Но все-таки внимание это я бы хотел обратить. на это всех, кто не безразличен к этой теме. И, может быть, именно поэтому до сих пор у нас даже в терминологии полная неясность. Ну, вот я читаю программу этой конференции, нашей первой секции, и вижу, читаю там такие слова. Вот, значит, один из докладчиков, значит, в урочище там, в урочище Ганина Яма. Я должен вам сказать, что никакого урочища Ганина Яма никогда не было. Всегда, ну, во всяком случае, в обозримой исторической ретроспективе было урочище четырех братьев. А Ганина Яма – это некое болото, которое еще в 90-е годы, уже почти высохшим, все-таки существовало. И вот как, кому в голову могло прийти этим болотом, я сейчас отвлекаюсь от вопроса, кто такой Ганин, почему болото было названо его именем, но кому пришло в голову назвать сначала монастырь Ганина Яма, это то же самое, что монастырь Гнилое Болото. Никто же не назовет, но Ганина Яма – это именно Гнилое Болото и ничего другого. А сейчас еще и урочище переименовали с четырех братьев в Гнилое Болото. А четырех братьев они назывались именно потому, что там из одного корня росло четыре сосны. Поэтому как-то так в народе пошло – четыре брата. То есть, казалось бы, это же известно. Но почему происходит такая подмена понятий? Ну, во-первых, потому что все-таки меняются здесь люди, которые этим занимаются, меняются архиереи. Я занимаюсь этой проблемой с 1992 года, не потому что мне вдруг в голову пришло этим заняться. Просто именно в этом, в 1992 году, в Санкт-Петербургских духовных школах состоялся съезд Союза Православных Братств. Вообще, Союз Православных Братств и шире братское движение – это такая характерная черта развития русской цивилизации. Почему оно характерно? Дело в том, что для русской цивилизации стержнем этой цивилизации последние тысячи лет была русская православная церковь. И когда возникало смутное время, то, естественно, смутное время – это болезнь государственности, болезнь цивилизации, болезнь всех институтов. И не бывает так, что в здоровом, в больном организме какие-то институты были здоровы. Поэтому если болел весь организм, болела и церковь. И болящая церковь, она сама себя не могла излечить. Ну, как человек не может сам себя из болота вытащить. И поэтому для того, чтобы исцелиться церкви, создавались Союзы Православных Братств, где миряне наравне со священством пытались как-то преодолеть это смутное время. И вот такие Союзы Православных Братств были в смутное время. Начало 17 века. Они возникли и в 90-х годах. И вот 92-й год, это Санкт-Петербург. Мы были гостями тогда еще, слава тебе Господи, жившего, бывшего в силе и в славе своей митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Там же обычно был председателем Почетного Союза Православного Братства Алексея II. Но в те дни он не смог. И вместо него участвовал управляющий делами архиепископ Сергий Солнечногорский. И вот при таком составе было принято исповедническое послание не только к руководству, но ко всей полноте Русской Православной Церкви о необходимости всенародного покаяния в грехе царя богоотступничества и царя убийства как результат охраждения веры и утраты своих традиционных ценностей. И мне было поручено, я делаю доклад, и мне было поручено, собственно, начинать вот этот процесс покаяния. И тогда, в 92-м году, прошел первый покаянный крестный год. Там было небольшое количество участников. Я думаю, отдельную передачу надо сделать о том чудесном совершенно событии, как это все происходило. Сейчас об этом говорить, может быть, не время, не место, а вот сказать надо о том, что с участием архиерея первый покаянный крестный ход прошел в 93-м году, то есть на следующий год. И архиерей, тогдашний архиепископ Мелхиседек с большим вниманием относился к тому действию, которое мы начинали. И очень нас поддерживал. У нас с ним были очень добрые отношения. После того, когда архиепископ Мелхиседека фактически отправили в ссылку, совершенно незаслуженно, ну, сейчас не будем подробно обсуждать, почему это произошло, но он был отправлен для создания никогда не существовавшей Брянской кафедры. Я ездил туда к нему в Брянск, где его в обычный такой деревенский дом поместили со всеми коробками своими богатейшей библиотекой. И он там, конечно, в трудных условиях эту кафедру создавал. Но, во всяком случае, его сменил Никон. Он был архимандритом Паронежским, он был тоже членом Совета Союза православных братств, поэтому я с ним был давно знаком. И, значит, когда он стал епископом, мы просто встречались уже как родные братья. Вот за эти 30 лет, которые прошли с того времени, фактически сколько сменилось архиерии после мелкости Дека был Тихон, бывший воронежский архимандрит, потом епископ. Но, к счастью, он тоже был членом Совета Союза православных братств, был мой давний знакомый и соратник, и поэтому тут как бы все произошло просто. Но потом появился митрополит Викентий, сейчас митрополит, тогда архиепископ, который приехал из Молдавии. Из Молдавии же он взял игумена Феодосия. То есть пришли новые люди, которые не знали ничего, что здесь происходит. Они, естественно, подпали под влияние различных местных шарлатанов, которые всегда успевают первыми донести какую-то идейку. Потом, как известно, он покинул эту кафедру и сюда был назначен митрополитом Кирилл, бывший ярославский. Я тоже с ним был хорошо знаком еще по Ярославлю. Но сейчас, наверное, критически оценивать деятельность митрополита не очень правильно. Но я с ним, тем не менее, беседовал и рассказал ему некоторые моменты, на которые стоило бы обратить внимание. И он, к счастью, действительно обратил, но не успел уже это реализовать, поскольку был опять сменен. И на его место сейчас митрополит Евгений. В честь нынешнего владыки я могу сказать, что в прошлом году, когда губернатор дерзко заявил, что из-за пандемии крестниковый будет отменен, митрополит твердо сказал, что это выбор каждого, что это дело не просто какого-то даже духовного действия. Это для многих людей является смыслом их подвига в течение многих-многих лет. Поэтому каждый должен решать этот вопрос самостоятельно. А я в этом крестном ходе буду участвовать. Я пойду. Вот представляете, какое надо иметь мужество, чтобы только что назначенным митрополитом заявить, что помимо воли или вопреки воле губернатора, что он будет участвовать в том крестном ходе, который губернатор публично в присутствии западной элиты сказал, что он его запретит. И слава богу, этот крестный ход состоялся. Но даже смена тех митрополитов, о которых я сказал, она, естественно, привела к тому, что очень многие традиции, они не просто были забыты и нарушены, они были совершенно неверно истолкованы теми людьми, которые первыми успели как-то оказаться на беседе с владыкой. Вот о чем мне нельзя не сказать здесь, это о том, что то место, которое является святым, я сказал это в своем сегодняшнем выступлении, самым святым местом в монастыре, оно чуть было не подвергнуто поруганию. А вот сейчас я хотел бы всем сказать о том, что вот вы же знаете, что в монастыре Ганина Яма было уже несколько пожаров. Ведь это же не бывает просто так. Раз какие-то Господь попускает пожары, значит, какие-то есть там нестроения. Вот я об этих нестроениях и хотел сказать. Вот были такие два активиста. Один Анатолий Верховский, он там чуть ли не святым обнявлен. Второй это Алексей Гончаренко. На самом деле это были два великих путаника, которые пытались все переначить по-своему. То есть, когда человек хочет что-то, какую-то идею свою реализовать, это свидетельство, ну, скажем, не совсем благополучного его состояния духовного и физического, и душевного. И, кстати сказать, Ольга Николаевна Куликовская-Романова так и говорила о том, что, я думаю, что Верховский не совсем здоровый человек. Но, тем не менее, вот почему-то митрополит Кирилл его так презрел, приблизил. И он ему наговорил всякие глупости. А до этого он еще наговорил много глупостей митрополиту, ну, тогда архиепископу Викентию, когда тут приехал из Молдавии. То есть, они фактически все переначали там. Называя себя какими-то геологами, они сломали те кресты, которым поклонялись люди несколько десятилетий. И начали устанавливать в новых местах новые кресты. Ну, пожалуйста, можно кресты ставить на Руси где угодно. Чем больше крестов, тем лучше. Но зачем ломать существующие, особенно такие святые, которым втайне поклонялись десятилетиями в советское время. Тем не менее, они это все сделали и смогли убедить тогда владыку Викентию, что вот это, да, это действительно так. Более того, они это еще до канонизации начали эту ломку. И вот те первые литургии, которые совершались, ночные литургии там на месте, где расчленяли тела царственных мучеников, эти литургии совершал отец Александр Никулин. И я в них всегда участвовал. И вот даже одна литургия уже была совершена на другом месте. Но я пытался убедить отца Александра, что это неправильно. Ну, в конце концов, он священник, ямирянин. Он совершил эту литургию вот на этом новом месте, хотя я стоял на месте того старого креста. Вот в 2006 или 2007 году, не помню точно, царские дни начинались в Москве с выставки в Храме Христа Спасителя. И вот я участвовал в самом начале этих акций и особенно как-то сблизился, можно сказать, сдружился и с архиепископом Викентием, и с игуменом этого монастыря царственных страстотерцем Феодосием. Более того, мы с игуменом Феодосием в одной келье ночевали, очень много обо всем говорили. И тогда же я рассказал ему, а потом и владыке, о том, какое произошло безобразие, что самое святое место оказалось самым непрезренным. Более того, мне игумен рассказал, что они собираются там устроить лягушатник. Вы представляете, в месте, где терзали царственных страстотерцев, где их святые мощи пропитаны землей, и там устроят лягушатник. Я им все это рассказал, рассказал, как эти путаники, я их называю крестоломатели, как они переначали все эти святые места. Но мне потом сказал, они мне сказали, что вот они там нашли, на этом новом месте нашли какие-то монеты. Так это же совершенно очевидно, что копай в любом месте, в этих уральских, особенно в тех местах, и найдешь любые монеты. Потому что там столько людей было убито. Не зря патриарх Алексей II сказал, что все это место является антиминцем сплошным. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что новое место, оно не антиминц. Но зачем разрушать то существующее? Ну и слава богу, они вняли моим рассуждениям, и отказались от идеи этого лягушатника, и решили там, во-первых, устроить бассейн, чтобы можно было надеяться на исцеление, и построить храм. Действительно, буквально меньше года прошло, как был разведен храм спасания на водах, и этот храм в моей книге, вот есть его иллюстрация. Но, к сожалению, бассейн не превратился в лечебную такую, в целительную, в целительный пруд такой, а стали использовать как цвета музыка. В итоге это всем тоже не понравилось. И потом, в конечном счете, его засыпали землей, и сейчас там просто растет садик. Но, когда я приехал там в очередной раз, я вдруг потрясен был, что храма нету. На месте храма торговая точка. Я когда с владыкой, уже с митрополитом Кириллом встречался, я спрашиваю владыка, почему вы этот храм разобрали, почему его сейчас нет? Он мне ответил, что, знаете, это восьмой храм, а я считаю, что должно быть семь храмов, и поэтому он был лишний. Я его велел разобрать и перевести в другую, на другую территорию. Ну, мне было совершенно непонятно, во-первых, почему именно этот лишний? Только ли потому, что он последний построен? Нам уже разорвать было любой другой. Почему только семь должно быть, а не восемь там, и не двадцать семь? И, конечно, я сказал, что владыка, ну, хотя бы превратите его в святое место. Ну, часовень какую-то сделайте. Что это такое? Это была торговая точка и ларек для тех, кто там хотел уталить голод. Ну, и действительно, он превратил это в часовню. Ну, а сейчас, сейчас это, я вот был третьего дня в этом монастыре, там как-то очень изящно освящен, это место освящено светильничками, оно действительно выделяется на общем фоне всего монастыря, но, тем не менее, вопрос до сих пор не решен. То есть, храм не возвращен, и святое место не стало святым. Хотя каждый раз после крестного хода мы с отцом Александром обязательно там служим на этом месте. И тот крест, который сломали эти энтузиасты, он долгое время там рядом находился, потом куда-то его дели. Надеюсь, его не сожгли. Так что я все-таки уповаю, что будет, во-первых, восстановлен храм. Я не сомневаюсь, что там будет обретен источник, и я не сомневаюсь, что будут челеса, безусловно, челеса исцеления. И это будет свидетельство того, что именно это место является самым святым в монастыре. Еще я хочу сказать, что в 90-е годы, когда начиналось вот такое массовое, ну, сначала все-таки не очень массовое, а потом все более массовое движение туда, как вы знаете, сейчас из Питера целая группа. Идет три месяца, чтобы поучаствовать в этом акте покаяния. Один человек даже из Владивостока целый год шел. Но в 90-е годы там все еще сохранилось. Вот все, что было описано в книге Соколова и зарисовано, там все это сохранилось. Можно было увидеть все те пять дорожек, которые вели с Коптиковской дороги к этому месту и можно было увидеть то описанное Соколовым событие, когда грузовик с телами царственных мучеников сорвался у березы в яму и оттуда с этой ямы уже тела переносили на руках, потому что вытащить грузовик было невозможно, груженный. Ну, а потом, конечно, его вытащили и, соответственно, он дальше уже проследовал сам. Так вот, это все было, и мне казалось, что те люди, которые должны были осваивать новое место, так же, как, допустим, Гейченко осваивал пушкинские места, пушкинский заповедник, он с любовью каждый деревь сохранял, который я помню о Пушкина, а здесь бульдозером все разровняли, сделали огромную стоянку, площадку бетонную, сделали широкую дорогу бетонную, ну, то есть, просто настолько по-варварски, как слоны в посудной лавке. Я не знаю, конечно, кто это делал, но Господь им судья и на страшном суде они, конечно, отчитаются, почему они бережно не сохранили все элементы, которые касались тех сакральных событий русской истории. И вот сейчас хочется мне сказать об одном важнейшем вопросе, связанном с этим преступлением. Дело в том, что сейчас такое время, когда, особенно в 90-е годы, это было, преступления совершались, ну, каждодневно, они сейчас совершаются, даже передача, такая есть дежурная часть, где нам рассказывают обо всех злодеяниях. Я уж не говорю о том, что это не место телевидения, не место обсуждать особенности тех или иных злодеяний, но, когда любое злодеяние мы осмысливаем, всегда ставятся два вопроса. Первый вопрос, кто совершил это злодеяние? Ну, как правило, на этот вопрос ответить проще. Действительно, криминалисты чаще всего находят, хотя бывает тоже много дел, которые так и не определен исполнитель. А второй вопрос, это вопрос, кто заказчик преступления? Бывает, что, конечно, один и тот же исполнитель заказчика, бывают разные заказчики одни, исполнители другие. И вот, наконец-то, слава Богу, в этом злодеянии, во-первых, появилось название, которое соответствует тому, что было здесь сделано, преступление века. И вот, года, наверное, уже два назад в зале гостиницы «Космос» состоялась конференция именно под таким названием «Преступление века». И к этому времени как раз вышел трехтомник, который был издан, я сейчас точно, как называется этот, Бастрекин, где? Конференция, Следственный Был издан Следственный комитетом трехтомник об этом преступлении века, ну, где, как было объявлено, все уже там открыто, все ясно. На самом деле, конечно, ничего не открыто и ничего не ясно. Наоборот, все еще более затуманено, но, тем не менее, сам факт того, что была конференция, проведена именно с таким названием, это знаменательный этап в развитии расследования этого дела. И там не только было названо, наконец, оно как преступление века, но, наконец-то, был поставлен главный вопрос, а кто заказчик этого преступления? Действительно, на этот вопрос, хотя уже сто пять лет прошло, но после этого злодеяния, на этот вопрос пока нет ответа. Более того, его, по-хорошему, даже и не поставили. И Следственный комитет, и руководство Московской Патриархии пытается активно завершить этот этап, закрыть дело, признать те кости, которые хранятся в Петропавловской крепости святыми мощами, и забыть, перевернуть эту страшную страницу истории. На самом деле, я полагаю, что это им не удастся. Почему я это полагаю? Ну, все, конечно, помнят хорошо, что был назначен архиерейский собор, на котором было предложено поставить точку. Это было назначено на ноябрь 21-го года. Однако, этот собор не состоялся, хотя даже сам тогда всесильный митрополит Иларион заявлял, что все, вопрос решен, уже все ясно, наука доказана, мне вообще странно, когда митрополит говорит, что наукой доказана святость этих мощей. Но святость доказывается не наукой, а чудесами, которые исходят от тех или иных мощей. А здесь наукой. Ну, я уж не буду говорить, я все-таки около 20 лет проработал в ведущем научном институте Академии наук еще СССР. Я могу сказать, что было сделано все, чтобы на научном поприще невозможно было бы докопаться до истины. Это было сделано изначально, когда гробокопатели Гелия Рябов и Александр Авдонин вероломно, совершенно вдруг, так, неожиданно для всех вскрыли эти могильники. Ну, они вскрыли, я имею в виду, могильники в Поросенковом лагу. Они вскрыли еще изначально, потом эти кости возились по всему миру, эти черепа потом, значит, уже окончательно вскрыли. Это было сделано в самое неподходящее время. Был дождь, они в армейской палатке втаптывали ногами святые мощи, если они верили, что это святые мощи, в глину. Оттуда доставали вместе с глиной. Вместе с глиной это все несколько месяцев в тире местном лежало, а потом вдруг интерес проявился и начали приватизировать кто тут главный хозяин, хранитель этих останков. В общем, это все представляет из себя страшное безобразие, если бы это был фильм. Новый это не фильм, это была действительность. И поэтому единственная научная, подлинно научная конференция, которая состоялась на эту тему, она была собрана, создана в 1993 году. Леонид Болотин и вот ваш покорный слуга, мы вместе ее собирали. Но самое главное, что на этой конференции были все ведущие эксперты того времени. И, конечно, был доклад нынешнего главного эксперта, профессора Попова из Санкт-Петербурга, который сделал там доклад, очень этот доклад произвел хорошее впечатление. У нас все записано, у нас все сохранено, и у нас даже издан был сборник на эту тему. И мы все хорошо помним, как он сказал, что вот тот череп, который так называемый череп Норвис-4, что там он не может прониктировать императору, поскольку эти сабельные удары, которые получил наследник во время путешествия круглосветного при посещении Японии, там они не сохранились. Сегодня вдруг, не знаю за какие 33 серебреника, он заявляет, что были найдены следы от сабельных ударов. Просто это, понимаете, я поражаюсь, как профессор может вот так наплевать на свое мнение, растоптать его и высказывать мнение в угоду нынешней власти, такой криминальной или криминальной не в смысле, что она преступна, а в том смысле, что она занимается вопросами криминала. то есть кому-то, видимо, тесно связанного с заказчиком этого преступления хотелось бы поставить точку. Так вот, на Ноябрьском соборе эту точку поставить не удалось. Более того, сам глашатый этой идеей поставить точку митрополит Иларион, достаточно влиятельный, как вы знаете, человек в церкви, просто оказался отправлен в ссылку в Венгрию. Это было настолько неожиданно для всех, но он, конечно, представлял какие-то очень влиятельные силы в церкви, в обществе. Тем не менее, оказался отправлен и спокойно уехал в те края. А собор был перенесен на май месяц. Однако, и в мае месяце этот собор не состоялся. И это решение, на котором Ратурыч, многие влиятельные люди, так и не было принято. То есть, точка была не поставлена. И она поставлена не будет, пока не будет внесена ясность в этот важнейший вопрос истории русской государственности, русской цивилизации. И в качестве здесь можно объяснение только одно дать. Видимо, сам Господь уже взялся за то, чтобы разобраться с этим вопросом. потому что не только эти два собора были удивительным образом отменены, на которых собирались ставить точку. Но был отменен так называемый всеправославный собор, который вообще так по сути должен был состояться как восьмой вселенский, то есть апокалиптический. и мы знаем какие могучие силы в нем в подготовке его участвовали. Но опять же по велению Божию вся эта подготовка развеялась и никакого всеправославного собора не состоялось. Но вот когда мы говорим о том, когда мы говорили о том, что Владимир Владимирович сказал, что дальше мы будем идти с Богом, значит мы весь безбожный период должны будем критически переосмыслить. А раз мы идем с Богом, значит рано или поздно у нас должен быть поставлен вопрос а какая Россия угодна Богу? А какая власть в России угодна Богу? И вот еще не зная о том, что Владимир Владимирович об этом скажет, я такую монографию написал какая власть угодна Богу? Где представил историосовский анализ начиная от Римской империи и через понятие Москва Третий Рим перейдя к современности историосовский выстроил фактически всю картину развития русской цивилизации. Поэтому когда говорят, что у нас нет национальной идеи понимаете у меня это вызывает и смех и горе потому что как может не быть национальной идеи у великого государства носителя и наследника Рима и Византии и Иерусалима который существует тысячу лет просто в христианском как бы одеянии а до этого еще много тысячи лет существовало как может государство такое могучее распроставившееся нашестую часть планеты не иметь национальной идеи это просто смешно слушать а конечно не смешно а грустно потому что те люди которые говорят о том что нет национальной идеи они не стремятся ее выпистывать они стремятся просто об этом говорить это их работа говорить о том чего нет хотя на самом деле они ломятся в открытую дверь эта идея прописана и в трудах русских мыслителей и в трудах крупных зарубежных мыслителей и в этой книге все это приведено здесь я ничего не придумывал из себя я просто прописал то что сокращенно прописал то о чем говорили русские мыслители и поэтому конечно хотелось бы чтобы и здесь об этом шла речь но к сожалению речь не шла но хочу напомнить что эта книга поскольку она вышла в 22 году она была посвящена двум юбилеям важнейшим с моей точки зрения первый юбилей это 30-летие покаянного крестного хода а второй юбилей это столетие Преамурского земского собора и вот нам хотелось бы сейчас об этом Преамурском земском соборе сказать какие-то слова это очень важное было событие хотя малоизвестное и здесь такая складывается связка очень удобная дело в том что та конференция о которой я говорил 93-го года она прошла в международном славянском культурном центре это был культурный центр международного фонда славянской письменности и культуры президентом его был Клыков Вячеслав Михайлович известный аскульптор ну и гражданин конечно очень крупный Россия и все годы сколько он был президентом 15 лет я был вице-президентом ну к слову сказать нынешний митрополит Тихон тоже был в нашем активе он был председателем ревизионной комиссии на эту конференцию к нашей большой неожиданной радости пришла дочь генерала Детерикса мы были она конечно была уже такая женщина преклонного возраста но тем не менее сама пришла услышав об этом и для нас это конечно было настолько неожиданно но представьте себе если в советской России само упоминание имени генерала Детерикса вызывало ну такой дрожь у власти потому что это тот самый генерал Детерикса который по поручению адмирала Колчака организовал следствие именно он привлек следователя Соколова Николая Алексеевича к этому расследованию именно он был куратором и покровителем этого расследования именно он генерал Детерикса собрал Преамурский Земский собор в 1922 году это настолько было тогда неожиданно уже 22-й год уже все кончается гражданская война советская власть уже упрочила себя на всей территории только где-то далеко на востоке были какие-то волнения и вот представьте себе вдруг в 1922 году с этого же востока будто озарило весь небосклон вот это чудо Преамурский Земский собор когда в этой уже закабаленной России вдруг в самых лучших традициях был проведен собор по всем правилам еще введенным Иоанном Васильевичем Грозным Иоанном IV и ну вопрос вопрос конечно почему этот Преамурский собор был потом разогнан уничтожен и Преамурская вот эта монархическая государственность такая островковая можно сказать была уничтожена ну в качестве как бы такого оправдания что ли я могу сказать что они они возложили надежду на Николая Николаевича ну известного нашего военачальника он был верховным главнокомандующим в начале войны вот он оказался предателем он предал императора он участвовал в заговоре против него и поэтому конечно возлагать на предателя какие-то надежды ну было совершенно нелепо и поэтому у этого земского собора при том что уже был убит государь и вся царская семья не оказалась лидера но тем не менее как как писал в своем обращении генерал Детерикс действительно это это зерно которое было там взрочено оно конечно должно было дать всходы и оно дало всходы об этом постепенно стали все шире узнавать и вот я эту книгу свою посвятил и столетию Приморского земского собора в том числе конечно хорошо было бы его отметить действительно очень масштабно но этого не удалось сделать но тем не менее две конференции прошли в Москве и митрополит Вадиасовский Приморский Вениамин Пушкарь хоть он и на покое находится но тем не менее он был главой вот этого движения и очень многие были достойны наград посвященных столетия этого события и собственно вот если мы переходим к вопросу тему моего доклада то я хотел в своем докладе поставить остро вопросы о том ну во-первых о заказчике преступления и во-вторых о том какая была реальная ситуация с возможностью или невозможностью спасения царской семьи дело в том что почему-то странно и везде и везде на этой конференции большее внимание всегда уделялось тому что как происходило перемещение царской семьи из царского села в Тобольск а потом в Екатеринбург но ведь уделять-то надо внимание конечно всем вопросам в жизни царской семьи но первостепенное внимание должно быть уделено тому как уже они как принесшие жертву как их тела переносили как они перевозились на грузовике с которого падала эта священная кровь как надо было оккультурить и особой заботой отметить все это весь тот маршрут по которому ехала машина но об этом никто не задумывается и сегодня когда проходит уже там до 100 тысяч было к столетию царской семьи проходит огромный крестный ход который больше как на демонстрацию похож даже Иисусову молитву такое сакральное действие превратили в коллективное пение ну и совершенно несвойственный ритм ну много чего я думаю священники это лучше меня критически оценят но главное то он идет совсем по другому маршруту мы же хорошо знаем из описаний Соколова что что грузовик с телами царственных страснотерцев проехал вдоль кладбища это кладбище сохранилось и известно где шла дорога которая шла вдоль кладбища просто сегодня эта дорога стала центральной аллеей кладбища поскольку она расширилась и дорога оказалась в центре но она достаточно широка и по ней можно идти а это и есть тот сакральный путь который можно сопоставить с путем в Иерусалиме в Ио-де-Ля-Роса так называемая то есть дорога скорби по которой спаситель нес свой крест и шел на Голгофу но тем не менее никому даже в голову не придет хотя отдельные я в том числе отдельные люди так и идут по этой настоящей дороге скорби там чтобы по ней могли пройти вот эти десятки тысяч людей надо просто пробить кусочек заросшей лесом дороги продолжение вот этой аллеи кладбища буквально метров пятьсот не более ну разве это проблема для сакрального действия отсыпать пятьсот метров дороги и все и тогда мы действительно будем идти по этой вот дороге скорби ну вместо того вместо этого маршем обходим там какими-то значит зигзагами но зато асфальтированным я надеюсь что нынешний архиерей обратит внимание на это и мы все таки будем ходить впредь по дороге скорби и конечно важнейший вопрос все таки который я бы хотел осветить здесь который не освящен я уже говорил что даже в кругах священства об этом мало говорят и мало отдают отчета в этом вопрос об искупительной жертве даже придумали такое пугало царебожества что вот дескать нельзя сравнивать царя с богом конечно нельзя сравнивать царь царя бог но каждый кто стремится к спасению своей души он невольно думает о том какой путь прошел христос и пытается пройти этим путем это совершенно естественно для любого христианина тем более это естественно для человека который был помазанником божиим который был защитником всех православных на руси и который принес свою коллективную жертву это такой редкий случай когда вся семья добровольно принесла себя в жертву за спасение России и никто ни девочки у которых были возможности выйти замуж ни юноша которого лишали наследства вот этой империи никто никто не возразил и никто не попытался сойти с этого крестного пути а все по нему прошли до конца хотя конечно я говорю в выступлении могу это повторить что до самого последнего момента все царственные мученики особенно в этом их поддерживала их мать государыня империадрица Александра Федоровна что они будут спасены они верили что они будут спасены поэтому когда их спустили в подвал этого ужасного дома в котором произошло это злодеяние они были абсолютно спокойны только не оказалось стула для того чтобы посадить больного цесаревича были принесены стулья и все это было спокойно никто не устраивал ни паники не волновался потому что они были уверены что Господь их не оставит но Он действительно их не оставил Он их спас Он спас их души они сегодня одесную Бога и как говорили многие наши святые самый ближний к Богу человек это стал наш государь Николай II не Давид и Соломон а именно государь Николай II потому что во всей полноте он проявил себя как помазанник Божий как хранитель и спаситель своего народа и и вот это то что эта тема не стала такой самой животрепещущей проблемой которые должны были обсуждать все люди конечно меня это очень угнетает и то что на этой конференции вот собственно только мое выступление было этим посвящено это конечно тоже я считаю что ну какая-то беда наша хотя об этом многие говорили многие святые которые уже прославлены и многие люди философы которые рассуждали о русской идее вот мне хочется в этой связи вспомнить имя такого Арсения Булыга он известный наш мыслитель известный философ он в своих трудах он много биографий написал тех людей которые прикоснулись к развитию русской идеи и он писал что нам нужно обязательно возродить русское национальное самосознание представьте себе советское время и вот философ сотрудник института философии говорит о том что надо пробудить русский народ надо пробудить национальное самосознание мы сейчас очень хорошо понимаем что в этом есть острейшая необходимость потому что только спящий народ можно так нагло и дерзко грабить как грабят Россию если народ бодрствует его а грабить нельзя но это не значит что мы спим в реальности мы спим своим духовным сном спит наше национальное самосознание и оно спит везде и оно спит здесь на нашей конференции оно спит потому что мы обсуждаем не то о чем надо говорить мы обсуждаем не то что приведет к нашему преображению и спасению обсуждаем какие-то второстепенные малозначимые вопросы и вот мне хотелось бы конечно и нашу эту беседу завершить вот таким призывом чтобы люди обратились к тем проблемам которые действительно будут спасительными для русской цивилизации но все-таки нельзя не сказать несколько слов о том чему было посвящено посвящен мой доклад доклад был посвящен как я уже говорил возможности можно ли было царскую семью спасти в их земной жизни просто не допустить вот этого злодейского убийства и вот довольно длительное время я обосновывал что возможно это было сделать не благодаря каким-то мнимым спасителям которые даже императрицу убедили в том что да они будут спасены это свидетельством этому был тот факт что даже находясь в доме ипатио это уже понятно что за стенок они одну ночь легли спать не раздеваясь потому что им видимо через монахинь которые приходили передали информацию что их ночью спасут понятно что господь попускал такие действия потому что это укрепляло их дух это давало им надежду и конечно это было очень важно но сейчас анализируя все то что было тогда создано мы понимаем что никаких шансов ни у кого не было а более того и задач таких никто не ставил все те кто называли себя участниками этих спасителей или той системы которая должна была спасти царскую семью это все были люди которые по указу большевиков просто перекрывали все возможные каналы доступа в Тобольск тех истинных патриотов которые хотели хоть как-то хоть в одиночку способствовать спасению они это прежде всего Соловьев который женился на дочери Григория Ефимовича Распутина был там у него такой помощник который тоже поселился в Тюмени почему они там поселились потому что оттуда из Тюмени лучше всего было контролировать потоки всех людей которые стремились в Тобольск чтобы как-то хотя бы находиться рядом с царской семьей так вот все эти люди по указу большевиков и их западных покровителей они стремились сделать невозможным спасение и вот как это не странно нам признать что единственный человек у которого был реальный шанс спасти царскую семью был большевистский комиссар Яковлев это человек который очень опытный конечно боевик он когда-то был в партии левых эсеров создавал на капли вот эту школу подготовки боевиков и конечно пользовался огромным авторитетом и поэтому именно ему опытному такому партийному боевику было предложено перевести царскую семью из Тобольска он получил мандат чрезвычайный комиссар в ЦИК подписанный Иудой Свердловым и секретарем Ванесовым где говорилось что он имеет право расстреливать на месте всякого кто помешает исполнению его особого поручения ему было поручено перевести царскую семью в Москву но когда он уехал собирать свой отряд а поехал он собирать отряд в Башкирию где он пользовался огромным авторитетом в Симскому округу где у него были свои боевики свои отряды свое оружие запасы оружия и вот пока это все происходило в ЦИК принял еще два решения первого и шестого апреля и по этим двум решениям во первых создавался еще один отряд больше чем отряд самого комиссара Яковлева а во вторых решением от шестого апреля всех арестованных должны были перевести уже не в Москву как было изначально заявлено Яковлеву а в Екатеринбург об этом он не знал и поэтому понимая что когда идет противостояние между Омском и Екатеринбургом большевики это люди которые грызлись между собой так вот он понял что надо ему как-то сделать так чтобы Екатеринбургские большевики не имели над ним контроля тем более что там такие одиозные фигуры как Заславский например приезжали со своими отрядами которые вообще хотели перевести царскую семью в тюрьму и поэтому вот тут были всякие такие его трюки то есть он поехал как бы в Екатеринбург потом после первого перегона повернул обратно поехал в Омск но об этом было доложено екатеринбургским большевикам и они связались по прямому проводу с Москвой и в итоге поезд с императором и императрицей и дочкой Марии был остановлен ну и тут долгие перипетии произошли в результате который якобы был лишен свободы потом его отправили в Москву он там отчитался что он честно выполнил свое поручение отряду своему переслал телеграмму что отряд расформировал я полномочия сдал за последствия не отвечаю и таким образом государь государы а потом к ним через некоторое время присоединилась и вся остальная царская семья оказались в будущем месте своего последнего земного пребывания в доме Ипатьева в подвале которого и совершится это злодейское убийство но тем не менее хотя Сафаров такой большевик тогда смело и дерзко заявлял что то что мы с ними сделали мир никогда об этом не узнает так вот мир об этом узнал нам сегодня известно очень многое что касается этого преступления века но не все прежде всего неизвестен точно неизвестен пока заказчик я думаю что это тот вопрос который должен быть поставлен во главу угла и пока заказчик не будет известен точку в этом вопросе ставить нельзя спасибо всем за внимание